МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие коллеги! Садитесь поскорее возле ваших телевизоров и давайте-ка начинать нашу программу. Тем более, что кое-кто вас уже давно заждался. Кто? Это сюрприз. Итак, знакомьтесь! Этого очаровательного господина зовут Терекс. Терекс, поздоровайся, пожалуйста, с ребятами. Скажи, здравствуйте, ребята! Ой, какой ты умница! Какой ты молодец! Согласитесь, коллеги, он сплошное очарование от кончика носа до кончика хвоста. Сегодня это очаровательное существо поможет мне отвечать на ваши письма. Терекс, занимай свое место рядом со мной, и если я что-нибудь забуду, пожалуйста, подсказывай. Так, с какого вопроса мы начнем? А? Ты думаешь, с того, что прислал Эдик Матвеев из Железногорска? Я тоже так думаю. Итак, Анна Семеновна, расскажите, как передвигаются змеи. Ног-то у них нет? Совершенно справедливо замечено. Ног у змей нет. Зато у них есть чешуйки. Вот, посмотрите, посмотрите. Вот чешуйка, и вот чешуйка. Видите, уважаемые коллеги, все тело Терекса, представителя славного отряда чешуйчатых, покрыто ими. Обратите внимание, какие выпуклые и широкие чешуйки у него на брюшке. Видите? Их обычно называют щитками. Оказывается, именно с их помощью змеи и передвигаются. Но давайте-ка посмотрим, как змеи пользуются своими брюшными щитками. С помощью мышц змея поворачивает часть щитков так, чтобы они встали под прямым углом к телу. Животное опирается ими о землю, затем отталкивается и движется вперед. Щиток, которым змея оттолкнулась, прижимается к коже. На его место встает следующий, затем следующий. И вот так щиток за щитком, чешуйка за чешуйкой, змея ползет вперед. Конечно, с таким способом передвижения рекорду скорости не поставишь. Но все-таки змеи могут развивать довольно приличную скорость, да, Терекс? До 8 километров в час. Но для того, чтобы добиться таких результатов, змеям пришлось усовершенствовать свой ход на щитках и придумать несколько хитростей. Первая змеиная хитрость называется движение гармошкой. Змея собирает тело в складки, затем, удерживая кончик хвоста на месте, толкает переднюю часть тела вперед, а потом подтягивает и заднюю часть тела. Следующая хитрость – это гусеничный ход. С его помощью змея может двигаться по прямой линии. Животные используют этот способ, когда находятся в узком месте. При этом брюшные чешуйки змеи погружаются в землю, как весла в воду. И точно веслами змея отталкивается ими от земли и плывет по ней. И, наконец, извивание. Этот способ предназначен для перемещения по твердой земле. Змея попеременно сокращает мышцы у себя на боках, так что тело изгибается, как латинская буква «С». Она упирается в камни, корни, палки и прочие предметы, расположенные то справа от себя, то слева, отталкивается от них и движется вперед. Ну что ж, в теории мы с вами, дорогие коллеги, выяснили, как передвигаются змеи. А сейчас, пожалуйста, показательное выступление Терекса. Терекс, давай, мой друг, а мы с ребятами поддержим тебя аплодисментами. Браво, Терекс! Ну что ж, наш консультант после показательной программы отправляется отдыхать в корзинку. Да-да-да, в корзинку. Спасибо тебе, Терекс, ты мне очень-очень помог. А теперь отдыхай. Ещё увидимся. Давай, спи-спи. А нас с вами, дорогие коллеги, ждёт письмо Саши Беркутовой из Савеева. Саша пишет. Анна Семёновна, мы с подружкой поспорили о моих любимых фруктах – бананах. Подружка говорит, что они растут сами по себе, а я сомневаюсь. Расскажите, пожалуйста, как определить, дикий банан или нет. Конечно, расскажу, уважаемая Александра, и покажу. Но сначала разреши тебя поправить. Дикими бывают только животные. Растения следует называть дикорастущими. И, строго говоря, плод банана не фрукт, а полное достоинство ягода. Но об её достоинствах мы поговорим чуть позже, а сейчас нам следует тщательно осмотреть объект. Итак, господин банан, пожалуйте-ка сюда, на свет. Итак, сейчас будем проводить с вами эксперимент. Аккуратно снимаем шкурку. Ммм, ой, какой замечательный запах. Ммм, ну не отвлекаемся, друзья мои, не отвлекаемся. Внимательно изучаем мякоть. Так. Коллеги, смотрите. Вы ничего странного не замечаете в этой ягоде? Нет? А между прочим, странность имеется. Да ещё какая? У этой ягоды нет семян. Пожалуй, мы так и назовём наше расследование. Странное дело. Тем более, что странности у этого растения просто пруд пруди. Не верите? Тогда самое время заглянуть в нашу картотеку и открыть личное дело банана, в учёных кругах, известного как мусса. Итак, смотрим. Имя – банан. Порядок – имбирецветные. Семейство – банановые. Длина листа – от 275 до 400 сантиметров. Длина плода – от 3 до 40 сантиметров. Постоянное место жительства – Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка. Характер – эксцентричный, нежный. Ближайшие родственники – 40 видов бананов. Кстати, уважаемые коллеги, вы знаете, что означает слово «банан»? С языка африканских племён оно переводится как «палец», на который весьма походит плод этого растения. Сначала только его и называли бананом, но постепенно слово перешло на всё растение. Но чем же так удивителен банан? Давайте-ка разбираться. Вот перед нами вольно растущий банан высотой, если я не ошибаюсь, метров 8. Это, уважаемые коллеги, трава. А то, что нам кажется настоящим стволом, на самом деле ствол ложный. Он состоит из свёрнутых в трубку банановых листьев. Внутри этой трубки проходят цветоносы. Вот и вторая удивительная особенность банана. Его цветение длится почти круглый год. Соцветие у травы великана тоже огромное. Его длина колеблется от 80 до 150 сантиметров. И состоит оно из множества цветков, которые в две смены опыляют ночью летучие мыши, а днём – птицы. С небольшой помощью тропических бабочек. В результате их труда и образуются плоды. Плоды банана плотно прилегают друг к другу. Вот примерно так. И образуют большую гроздь – банчу. В каждой банче насчитывается от 200 до 500 плодов. И каких плодов? Вкусных, полезных, питательных и лечебных. Например, итальянцы лечат бананами горло. Мол, съешь 3-4 штуки и забудешь про ангину. Такое ценное растение, естественно, не могло остаться дикорастущим. Мало того, многие учёные считают, что банан – это первое растение, оккультуренное человеком. По крайней мере, в Юго-Восточной Азии его выращивали ещё до того, как узнали рис. Впрочем, в наши дни сохранились дикорастущие виды. Как же определить, какому растению принадлежит купленный плод – банану с плантацией или банану из джунглей? Ну, во-первых, по вкусу. Культурный банан куда слаще. Во-вторых, учёные-селекционеры давным-давно постарались избавиться от семечек, чтобы они не мешали нам наслаждаться нежным вкусом банана. Так что в культурных сортах банана семечек нет. Ну, на этом я завершаю рассказ об удивительной траве и объявляю закрытым наше странное дело. Уважаемые коллеги, мне опять нужна помощь Тирекса. Тирекс? Тирекс? Ау? Тирекс, вставай, пожалуйста. Нам с коллегами опять нужна твоя помощь. Тем более, что Вова Селиванов прислал вопрос как раз по твоему профилю. Вот слушай. Летом мы с ребятами увидели в лесу змею. Она была вся в тёмных пятнах. Дома я её нарисовал. Рисунок посылаю вам. Это нам с тобой, Тирекс. Помогите определить, что это была за змея. Давай-ка посмотрим на рисунок и покажем его ребятам. Так, смотрим. Вова, ты, между прочим, очень хорошо рисуешь. Наверное, когда ты вырастешь, станешь художником-анималистом. Так называют художников, которые рисуют животных. Но я думаю, нам пора приниматься за расследование, которое я назову... Тайна лесной змеи. Начнём его с того, что включим программу идентификации. И попытаемся определить, какой из змей принадлежат пятна, нарисованные Вовой. Хотя, секундочку. Тирекс. Хм. А тебе вот этот узор ничего не напоминает? Такое впечатление, что наш телезритель рисовал тебя или твоего ближайшего родственника. Итак, коллеги, делаем вывод. В лесу Вова встретил узорчатого полоза. Точно-точно такого же, как наш Тирекс. Так, хозяина пятен мы определили. Теперь давайте заглянем в личное дело узорчатого полоза. Итак, смотрим. Имя. Полоз. Фамилия. Узорчатый. Отряд. Чешуйчатые. Подотряд. Змеи. Семейство. Ужеобразные. Род. Лазающие полозы. Длина. От 100 до 150 сантиметров. Постоянное место жительства. От Кореи до Афганистана. Характер стойкий, замкнутый. Уважаемые коллеги, чем же замечательен наш Тирекс и его сородичи? Их отличает прекрасная спортивная подготовка. Они ловко лазают по деревьям и не менее ловко плавают в воде. Встретив змею этого вида, не пугайтесь. Узорчатый полоз не ядовит. Хотя дразнить его и обижать, конечно, не следует. Узорчатый полоз, защищаясь, может больно укусить. Своё раздражение узорчатый полоз показывает недвусмысленно. Он начинает быстро двигать кончиком хвоста. Хвост ударяет о почву и окружающие змею предметы со своеобразным прерывистым звуком, напоминающим звук трещотки. Как все змеи, узорчатый полоз совершенно ничего не слышит. Он реагирует на вибрацию. Хотите, проверим? Тирекс. Тирекс. Видите, он и ухом не ведёт. А сейчас попробуем постучать карандашом по столу рядом с ним. Удары карандаша о столешнице заставляют столешницу вибрировать. И эта вибрация, похоже, не пришлась нашему полозу. По вкусу, видите, он и бежал. Ага, я вижу, дорогие коллеги, вы хотите спросить, почему же я разговариваю с Тирексом, если он меня не слышит? Исключительно из привязанности к этому милому существу. Заканчивая рассказ об узорчатых полозах, я хотела бы отметить, что окрас их тела может быть совершенно разного цвета. От бледно-жёлтого до антрацитового. Но безошибочно узнать узорчатого полоза можно по характерному рисунку на голове. Видите? Кстати, именно из-за этого рисунка данный вид полоза и назвали узорчатым. Ну что ж, тайна лесной змеи раскрыта, и нам с вами пора прощаться. Присылайте свои вопросы по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» Анне Семёновне Бабочкиной. Или оставляйте их на сайте телеканала www.radostmoya.ru С нетерпением жду новой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова